Приветствую, друзья! Ну, как же сделать так, чтобы вы всегда могли ждать чего-то неприятного, какого-то страшного события? Ну, экзамена, операции там хирургической или ещё чего-то, встречи с важным человеком, которого так высоко перед собой ставите, что боитесь с ним разговаривать. Ну, мало ли какие случаи в жизни бывают, когда вы боитесь с чем-то страшным встретиться, особенно у людей, у которых бывают тревожные состояния, паничные состояния, фобии так называемые. Когда они боятся, опять нахлынет вот этот страх, выскочит как джинн из бутылки, непонятно почему, какое время, в каком месте. Ну, по-разному бывает у людей. Ну, вот как сделать так, чтобы ждали неприятного события с предвкушением радости, с предвкушением удовольствия? Что после этого события у вас, наоборот, вместо упадка сил, депрессии или каких-то сильных переживаний негативных, наоборот, появится возможность решать нерешаемые задачи, которые у вас были какие-то непосильные для вас, мечты какие-то неисполненные, проблемы какие-то висящие над вами, которые вы никак не могли сбросить. Ну, или какие-то вопросы такие, типа вот картину дорисовать или еще чего-то, чтобы вы это потом сделали лучше после этого события. То есть, допустим, вас ждет какая-то неприятная ситуация, вы это знаете, к примеру, и вы хотите ее ждать с чувством удовольствия, потому что вы знаете заранее, что после этого события дела ваши пойдут гораздо лучше. Ну, это же совершенно другое отношение к ожидаемому событию. Ну, а как можно сделать это? Как можно сделать, например, чтобы вы ждали следующую панику, которая у вас возникает, тоже с предвкущением удовольствия? Да, ну, это интересно, правда? Как это сделать? Об этом всем написано у меня в последней книжке, потому что здесь как раз таки написано «Белые стороны, черные дыры страха. Новые приемы». Тут как раз таки написано, что есть такое упражнение, которое называется «разгрузка с перезагрузкой». И в этом упражнении мы как раз таки, когда выходим на состояние нуля, в нулевом состоянии, когда две половины мозга как бы функционально говоря, образно говоря, как бы разомкнуты, как нейтральное положение в коробке передач автомобиля. И можно переключать в зависимости от команды, то есть установки, от нашей цели. Так вот, в этом состоянии, когда вы вышли на состояние нуля, то есть бесконечности, безвремения, чувство вечности, когда вам не надо никуда спешить, когда у вас нету страхов, когда у вас нет никаких ограничений, это бесконечность, это отсутствие суеты, это отсутствие волнений, отсутствие любых ограничений, отсутствие любых авторитетов, отсутствие страха из-за ошибку, отсутствие вообще всего. Это нулевое состояние. И в этом состоянии сделать перезагрузку. По формуле, чем больше стресса, тем больше сил. Мы уже проводили эти вебинары, и там мы практиковали это, и многие люди этому научились. И они теперь не просто боятся новой, неожиданной, угрожающей неприятности, а даже ищут иногда этот стресс, чтобы эту энергию черпать. Черпать для того, чтобы направить её, как в Айкидо, на решение ранее нерешаемых задач и проблем. Чтобы быстрее добиваться своей мечты или каких-либо целей. Чтобы они могли перекидывать эту энергию, перенаправлять эту энергию, потому что в энергии страха, там такая энергетика мощнейшая. Самое главное – уметь её перенаправить в нужную сторону, в желаемую сторону. Но об этом мы говорили и делали, это в книге написано. Пожалуйста, я сейчас не рекламой книги занимаюсь, я просто говорю о том, что впервые в мире, впервые в мире опубликован новый подход, как сделать такую антистрессовую подготовку, как так повысить психологическую устойчивость, чтобы любую бомбу страха, который летит над вами, я фигурально выражаюсь, но бывает и практически, потому что когда вас хватывает страх, каждый страх вам кажется самым сильным. И кажется, вот сейчас будут какие-то необратимые последствия. А там как раз-таки разгрузка с перезагрузкой. Когда вы вышли на ноль, о чём надо подумать, о чём надо помечтать, чтобы в следующий раз, когда столкнулись с страхом по любому поводу, могли моментально сделать кое-что. Вот, например, это. Чтобы создать вторую доминанту, а мозг распределяет теперь энергию на две доминанты, а не на одну, которая была, которая вам не давала думать ни о чём другом, кроме того, как выжить в этой ситуации. Сделать вот это, чтобы снять немножко страх и тут же вспомнить. Ну, это что вспомнить и как надо подготовиться. Мы там на бесплатном ликбезе следующем. Опять я вам расскажу это. Особенно новичкам это важно. А и тем, которые вроде бы видели, вроде бы слышали, вроде бы поняли, но когда страх наступил, всё и забыли. Как сделать так, чтобы помнить, что нужно сделать. Я вам в следующий раз расскажу. На бесплатном ликбезе. Объявление скоро будет. До встречи, друзья.